Здравствуйте, мои дорогие друзья! На тему сегодняшнего видео я собирался с вами поговорить уже достаточно давно. И всю информацию, которую я сегодня вам расскажу, я накапливал долгие годы методом проб и ошибок. Около недели я не снимал никаких видео, потому что в промежутках между работой и семьей я занимался тем, что пытался систематизировать всю информацию для сегодняшнего выпуска. Если вы начинающий аквариумист и у вас нет еще должного опыта, то для лучшего понимания этого видеоролика советую вам перейти по ссылочке, которая появится здесь. Нет, по-моему она здесь появится. И посмотреть вот именно это видео в начале, потому что там информация изложена в более доступной и простой форме и поможет вам понять всю картину в целом. Если же у вас нет вообще никакого опыта в содержании и обустройстве аквариума и вы находитесь на начальном этапе запуска своей первой баночки, то советую вам перейти вот по этой ссылочке и посмотреть именно этот ролик в начале. Там как раз рассказывается о запуске аквариума, о том, как это правильно делать и о том, как это делать не стоит. Ну а остальные аудитории, даже самым продвинутым аквариумистам, это видео будет очень полезным, так как дополнит ваши знания и пролит свет на некоторые нюансы, которых вы могли даже не знать. Как сказал один мой знакомый, аквариумистика на месте не стоит. И даже то, о чем я сегодня с вами говорю, уже через несколько лет может быть неактуальным. Но дело в том, что, друзья, всему есть причина и следствие. И, как правило, эти моменты остаются неизменными. Меняется всего лишь только механика борьбы с теми или иными проблемами, связанными с аквариумистикой. Этот выпуск, друзья, будет достаточно долгим. Будет немного теории, будет немного моего личного опыта. Так что берите печенюху, заваривайте чай, усаживайтесь поудобнее. А я начну. В интернете есть огромное количество информации о фильтрации в аквариуме, о денитрификации, об азотном цикле. И, поверьте, друзья мои, перелопатил в свое время я ее немало. Вся эта информация существует как в печатном, так и в видеоформате. И вы знаете, многие авторы, пытаясь общаться с людьми максимально доступным языком, упускают очень-очень много важных деталей. С другой стороны, другие люди общаются со своими читателями или зрителями таким языком, которые не всегда понятны простому смертному. И вот в этом выпуске, друзья, я попытаюсь сбалансировать подачу информации и систематизировать теоретические знания со своим личным опытом. Итак, для понимания полной картины процессов, протекающих в нашем аквариуме, начнем сегодня мы с азотных соединений, откуда они берутся в аквариумной воде и чем их присутствие чревато для обитателей нашего аквариума. Что такое, друзья, аммиак? Аммиак это злейший враг аквариумиста. Аммиак это, по своей сути, это бесцветный газ, имеющий очень резкий и неприятный запах. Растворенный в воде, он не имеет никакого запаха и никакого цвета. И в этом самая главная проблема, потому что аквариум с кристально чистой водой далеко не всегда пригоден для обитания рыбок. В аквариумной воде аммиак существует в виде самого аммиака, то есть это NH3 формула, либо в виде аммония, формула NH4, а также в виде солей аммония. Аммиак гораздо токсичнее аммония и любых других азотных соединений, которые могут находиться в аквариумной воде. Поэтому даже при незначительной концентрации аммиак может вызвать сильнейшее отравление всего аквариума. Летальная доза этого вещества в аквариумной воде от 0,2 до 0,5 мг на литр. При таких дозах, как правило, аквариумная рыбка не выживает, либо получает сильнейшее отравление. Лично я считаю концентрацию в 0,1 мг на литр уже критической. И в принципе в правильно рабочем аквариуме аммиака быть вообще не должно. Друзья мои, аммоний. Аммоний это фактически первая стадия разложения аммиака. Образуется он без воздействия каких-либо организмов и, как правило, образуется он в кислой среде. То есть в кислой среде аммиак ионизируется и образуется аммоний. Аммоний менее токсичен, чем аммиак, но в то же время, не стоит им пренебрегать, нужно постоянно следить за его количеством, за его содержанием в аквариумной воде. То есть плюс-минус допустимая доза аммония в аквариумной воде это 0,3-0,5 мг на литр. Но опять же, лично для себя я считаю даже 0,1 мг на литр аммония в аквариумной воде уже критической. Если у вас правильно обустроена биологическая фильтрация, то ни аммиака, ни аммония в аквариумной воде быть не должно. Друзья мои, стоит отметить тот факт, что при более высоком уровне pH, либо там, например, с большой подменой воды, когда у вас в водопроводе вода жестче, чем вода в аквариуме, и вы делаете массированную подмену воды, и вот когда уровень pH в аквариуме резко подскакивает, то аммоний, он не может, он точно превратится в аммиак. Все зависит от того, насколько градусов или десятых процентов градусов поднимется уровень pH. И вот тут вроде мы как бы подменим воду, но в то же время рыбка себя чувствует еще хуже. Этот фактор нужно учитывать, и о нем нужно знать. Это очень важно. Попадая в кровь, аммиак и аммоний снижают газовую емкость крови. И тем самым рыбка начинает страдать от кислородного голодания, снижается обмен веществ, рыбка становится менее подвижной, держится у поверхности воды, теряется аппетит, и рыбка становится более подвержена разнородным инфекционным заболеваниям. Ну а самое страшное в этой, друзья, истории, то, что покупая себе рыбку, а это, как правило, в мальке или в подростке, и покупая ее не у совсем добросовестного продавца, где он содержит эту рыбку в не совсем хороших условиях, вы покупаете рыбку, которая уже изначально отравлена этими токсическими веществами. И процесс этот уже необратимый. В худшем случае эта рыбка умирает у вас спустя пару недель или пару месяцев. Ну а в лучшем случае эта рыбка просто не вырастет до своих максимальных размеров, не раскроется красками и так далее. Откуда же в аквариуме берется вот этот токсин? Ну на самом деле все просто. В аквариуме у нас живут не только рыбки, но живут какие-то там улитки, возможно вы там выращиваете креветок, неважно. Все это дышит, включая даже грибки, кстати. Все это дышит и все это выделяет аммоний. Плюс ко всему вся несъеденная пища, разлагающиеся фекалии, мочевина, это тоже производители аммиака и аммония в аквариуме. Эти вещества чреваты своим наличием в аквариуме не только из-за того, что они отравляют нашу рыбу, они еще и провоцируют вспышки водорослей. Своим наличием аммоний и нитрит, о котором мы чуть дальше поговорим, они и есть питательной средой для водорослей, от которых аквариумисты так всегда пытаются избавиться. Попрошу не путать водоросли и аквариумные растения. Так вот, не только смертностью чревата наличие аммония в аквариуме, но и тем, что они портят всю картинку в аквариуме с растениями. Обычно аквариумная рыба переносит безболезненно постепенное повышение аммония либо аммиака в воде. Но здесь, если речь идет о его повышении в течение нескольких недель. К примеру, при запуске нового аквариума. В принципе, это решается либо бионаполнителями, то есть наполнителями для фильтра, тем же самым циолитом, либо регулярной подменой воды. Если аммиак и аммоний в аквариуме подскочил резко, то, друзья мои, ничего хорошего от этого ждать не следует. Как правило, эти процессы для рыбы уже необратимы. И даже если ваша рыбка выживет после такого скачка, то ничего хорошего от этого ждать не стоит. Итак, подведем небольшой итог. С чем может быть связана высокая концентрация аммиака в аквариумной воде? В первую очередь, наличие аммиака в аквариумной воде напрямую связано с количеством аммония и уровнем pH воды. То есть, чем выше pH и чем больше аммония, тем, соответственно, больше будет аммиака. Еще одной причиной высокого содержания аммиака в воде может быть неправильное обслуживание аквариума, его перенаселение, перекармливание рыбы. Ну, к примеру, даже банальная промывка, неправильная промывка наполнителей фильтра может послужить скачком аммиака в воде. Ну и, наконец, даже в водопроводной воде аммиака может быть намного больше, чем в вашем аквариуме. И связано это может быть в первую очередь с весенней и осенней сменой гидрохимического состава воды. Предельно допустимая норма в хозяйствах, которые поставляют нам воду, до 2 мг аммиака на литр воды. Что для аквариума не просто критическая, а мега недопустимая доза. Поэтому, друзья, если вы уже решили завести у себя дома аквариум, то вы не то чтобы должны постоянно контролировать все эти вещи, но как минимум вы должны это понимать, чтобы по состоянию своей рыбки определить, откуда растут ноги. Практически все начинающие аквариумисты и даже опытные аквариумисты, как правило, не уделяют должного внимания аммиаку и аммонию в аквариуме. Как правило, все делают тесты на нитрит и нитрат, и вот когда общаешься с человеком, спрашиваю его, говорю, а что у тебя там с азотными соединениями в аквариуме? Он говорит, у меня нитрита вообще нет, а нитраты там практически нулевые. Аммиак, друзья, это самый злейший враг. И как правило, из-за вот этого незнания страдают не только начинающие аквариумисты, но и опытные. В свое время я тоже неоднократно на этом обжег пальцы. Еще один фактор, который бы хотелось отметить перед тем, как мы пройдем дальше непосредственно к нитриту и нитрату, это температура аквариумной воды и насыщение ее кислородом. Для полноценного и быстрого и хорошего процесса окисления аммиака нужна кислая и холодная вода. То есть кислая и прохладная вода, к примеру, 20-22 градуса. Аммиака всегда будет меньше, чем в щелочной и теплой воде. Поэтому, к примеру, если вы знаете такую рыбку, как дискус, она как раз является проблемой не в связи с тем, что она болеет чаще других рыб, а в связи с тем, что условия ее содержания подразумевают под собой теплую воду. А как правило, в такой воде аммиака минимум в два раза больше, чем в прохладной. Скаты, друзья мои, проголодались сегодня. У меня вчера закончилась совака, когда я их кормил. И сегодня с утром я забыл захватить с собой рыбу. Вот, и они, видите, как проголодались. Ну, я стараюсь всю эту рыбу кормить прямо из рук. То есть, приучаю рыбку к своим к рукам. Вот, видите, они, некоторые еще мальчик вот боятся. Вот, засранец. Но он все-таки подплывает, берет корм из рук. На, держи. На, 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 на. Ой, ты хороший, мой. Вот, стараюсь кормить их из рук, потому что, ну, скачет рыба достаточно опасная. И приучаю их к тому, чтобы они не проявляли агрессии по отношению ко мне, к моим рукам. Сейчас попробуем дать араване тусочек. На, вот, маленькая моя. Видали? Вот, у меня вся рыбка кушает из рук. Стараюсь их подкармливать из рук, чтобы они, чтобы они были у меня все ручные. На. Вот такие мои красавцы. Ммм. Ммм. Ой, а уже запись идет, да? Ну, в общем, друзья, целый день я снимаю это видео, потому что я нахожусь в данный момент на работе. И в перерывах между посещениями клиентов я пытаюсь снять для вас этот ролик. Уже, слава богу, седьмой час вечера, на дворе стемнело. А я думаю, кстати, вы по видео наблюдали целый день, да, солнышко то появлялось, то исчезало. Но прожектор я включать не стал, потому что, ну, все-таки ходят люди, делать студию просто из магазина это... И, слава богу, уже нам мешать никто не будет. Так что я думаю, что я все-таки сегодня досниму это видео. Так что не переключайтесь, поехали. Нитрит, друзья мои. Значит, что могу я сказать про это вещество? Нитрит, как и аммиак, и аммоний, достаточно токсическое вещество. Ну, точнее, как достаточно, а то очень токсический яд и, в принципе, содержание его в аквариуме, если оно есть, то это уже надо бить тревогу. Оно менее токсично, чем аммиак, но, тем не менее, его наличие в аквариуме говорит о том, что процесс нитрификации у вас происходит неправильно. Действие этого вещества на рыбу, такое же, как и аммиака, проникает оно через жабра во время дыхания и отравляет кровь. По сути, связывает железо, которое находится в гемоглобине и от этого рыба начинает испытывать кислородное голодание. Опять же, рыба теряет аппетит, падает обмен веществ, рыба себя плохо чувствует, забивается в угол. Если это цихлида, это первые признаки гексамитоза, потому что во время стресса гексамитоз, грубо говоря, в организме рыбы начинает процветать. Могут подгорать плавники, учащенное дыхание, рыбка держится вверху аквариума, может даже рыбка покрываться белыми пятнами. И все это, друзья мои, из-за недостатка биофильтрации в аквариуме. Друзья, в общем, как и в случае с аммиаком и аммонием, наличие нитрита в аквариумной воде недопустимо. Все вот эти вот три химических элемента, собственно, производных аммиака, которые мы рассматривали уже в этом видео, их в аквариуме быть не должно. Потому что, если они есть в аквариуме, даже в самых малых количествах у вас по-любому начнутся проблемы. Как со здоровьем рыбы, так и с водорослями. И вот, друзья, вот тут вот главный такой момент. Вопреки всем книгам, талмутам, лекциям, трудам продвинутых, опять же, аквариумистов, которые твердят, что вот если вы вдруг в аквариуме нашли там нитрит или там аммиак или еще что-то, срочно делайте подмену воды. Друзья мои, вопреки всей этой информации, я хочу этот миф опровергнуть. Для того, чтобы делать резкую подмену воды, нужно знать, есть ли аммиак и вот эти все аммиачные соединения в воде. Далеко не каждый может провести точные тесты. Это первое. Второе. Если вы начнете сразу, представьте, только рыбка себя плохо чувствует, она испытывает уже стресс, она уже задыхается и уже плохо. И вы начинаете делать вот эти вот все манипуляции, что происходит с рыбкой. Она подвергается еще большему стрессу и в итоге заболевает и в худшем случае погибает. Что предлагаю делать я? Значит, первое, что нужно сделать, это добавить в аквариум соль. Да-да, друзья мои, обычную кухонную соль. В прошлых своих видео я уже рассказывал о полезности соли в аквариуме. То есть, соль, она заставляет выделять рыбу больше слизи, тем самым рыба избавляется от паразитов. Соль снимает у рыбки стресс. Соль, друзья мои, предотвращает токсическое отравление аммиачными соединениями, в частности, нитритом рыбы. Как бы это ни звучало банально, если вот есть задроты, которые мне сейчас не верят и хотят опровергнуть мои данные, откройте начальный курс химии и почитайте, что такое соль. Соль этот хлорид натрия. В процессе реакции соль нейтрализует негативное воздействие нитрита на гемоглобин у рыб. То есть, фактически на сворачивание железа. И вот когда вы, вот первое, что нужно сделать, это добавить соль. Примерно 1 грамм на литр воды. То есть, фактически на 10 литров воды, это у нас 10 грамм, ну на 1000 литров килограмм соли. Не бойтесь сыпать соль, можете высыпать ее прямо в аквариум, она постепенно там растворится. Рыбе от этого точно ничего плохого не будет. Даже самые требовательные и чувствительные к соли рыбы, такую дозировку переносят без проблем. Это я уже пережил на личном опыте. Второй шаг, который должен быть уже когда, ну вот, уже нас бубенчик зазвенел и все, деваться уже некогда. Самое главное это не пороть горячки. Нужно понять, почему у нас высокий уровень нитрита в воде. Ну, как правило, скажем так, причины высокого уровня аммиака и аммония я вам уже рассказывал. Ну, а относительно нитрита это все просто. Как правило, это неправильная биофильтрация. То есть, и вот эту причину нужно устранить. Устранить ее моментально вам не получится. И никакие массированные подмены воды вам не помогут. Потому что при отсутствии биофильтрации подмены вам придется делать каждый день, а то и два раза в день. Малыми порциями, дабы просто не убить рыбу постоянными танцами с бубном возле аквариума. Что ж, друзья, я думаю, из вышесказанного вы все поняли, что аммиак, аммоний и нитрит это яд, которого в аквариуме быть не должно. И, в принципе, кратко, как с этим всем бороться и как этого всего избежать, я вам уже более-менее рассказал. Единственное аммиачное соединение, которое может быть в небольших количествах в аквариуме, это нитрат. Давайте же разберем, что это такое. Нитрат, друзья мои, это фактически конечный продукт биофильтрации в аквариуме. Если сопоставить все аммиачные соединения, то нитрат наименее токсичен. В процессе жизнедеятельности ряд бактерий, которые называются нитрозамонос, перерабатывают аммоний и аммиак в нитрит. Как я уже и говорил, он менее опасен, как предыдущие два аммиачных соединения, но все же, как вы поняли, он токсичен. Природа сделала так, что все-таки есть еще несколько групп бактерий, которые перерабатывают этот яд еще более, скажем, слабый. Эти бактерии называются нитроспира и нитробактер. Можно сказать, что эти три колонии бактерий это самые необходимые и самые желанные жильцы в любом аквариуме. Без них существование нашего аквариума и содержание человеком рыбы в аквариуме просто невозможно. Ну, сколько я не читал литературы, в принципе, я нигде не увидел информации, что вот от нитрата умерли рыбки. Фактически в малых дозах, при показателях даже до 50 мг на литр воды, нитрат безвреден для рыбы. Простыми словами, можно сказать, что превращение аммиака в нитрат, это многоступенчатый процесс окисления с помощью живых организмов. Полезных бактерий. И если мы говорим о хороших условиях содержания рыбы в аквариуме, в первую очередь, любой опытный аквариумист будет иметь в виду хорошие, комфортные условия для заселения нитрифицирующих бактерий. Увеличение количества нитрата в воде говорит только об одном. Ненадлежащий уход в аквариуме. Что я имею в виду? То есть, если у нас по нулям аммиак, аммоний и нитрит, а нитрат у нас зашкаливает, это говорит о том, что мы делаем редко подмену воды. Что мы перекармливаем рыбу или у нас просто перенаселение в аквариуме. То есть, фактически, вся микрофлора аквариума работает прекрасно, потому что она поглощает все азотистые вещества и выдает нам конечный продукт жизнедеятельности, который мы уже как люди, как человек, как аквариумист, владелец аквариума должны убирать из аквариума механическим путем. Ну и, наконец, друзья, как же бороться с нитратом в воде? Все-таки, как бы там ни было, но дозировка более 50 мг на литр, я считаю, это уже перебор, потому что все-таки, ну, это чревато, опять же, водорослями, обрастаниями, всяким там мохом, грибками в аквариуме. Ну и плюс сама рыба тоже от этого будет страдать. Бороться с нитратом можно несколькими путями. Самый первый и, в принципе, самый такой ходовой распространенный способ – это растения. Да, друзья, растения прекрасно усваивают аммиак и нитрат, и в процессе этого прекрасно живут и развиваются. В хозяйствах, где выращивают аквариумные растения, и вот у меня были когда-то травники, я дополнительно вносил фосфаты и нитраты в аквариум для того, чтобы растения росли и развивались. Так вот, для того, чтобы убрать нитрат из воды, самый элементарный способ – это посадить аквариумные растения. Если речь идет об аквариуме без растений, то есть это, например, там с крупной рыбой, с амазонкой и так далее, лучше всего использовать так званый фитофильтр. Сейчас вот здесь, опять же, вот здесь появится ссылочка на мое видео о фитофильтре, где вы можете про него узнать больше. А если у вас нет возможности, желания, финансово, ну я не знаю, там есть ряд обстоятельств, которые не позволяют вам установить у себя дома фитофильтр, самый элементарный способ введения нитрата из воды – это подмена воды. Лично у себя в аквариуме я держу как в этом, так и в домашнем аквариуме у меня нитрат не превышает 3-5 мг на литр воды. То есть у меня установлена постоянная протока, где-то примерно около 100-150 литров на каждую тонну воды в сутки. Фактически это 10-15% подмена воды в день. Протока сама по себе, она затратна в плане, потому что вы платите дополнительно за воду, там, ну, за канализацию, наверное, нет, но все-таки за воду. Плюс вот эту всю воду, которая поступает свежая в аквариум из водопровода, ее же тоже нужно обогреть. И, соответственно, это тянет за собой дополнительные затраты на обогрев. Плюс ко всему протока достаточно такой, вы знаете, специфический способ введения аммиачных соединений из воды, потому что, ну, вот весной и осенью состав воды в водопроводе очень сильно хромает. И можно занести намного больше болячки в аквариум, чем вывести из него. Поэтому все это требует установки дополнительных фильтров на водопроводную воду, это требует установки ультрафиолетового стерилизатора, ну, или озонатора. Но, честно говоря, с озонатором я, слава богу, не стыкался, потому что мне необходимости не было. И поэтому, конечно, все это требует дополнительных затрат. Но в то же время протока очень сильно упрощает жизнь аквариумиста. Ну и самый банальный способ, как я уже говорил, это подмена воды. То есть, если у вас установлен аквариум, если у вас нет возможности поставить фитофильтр, у вас нет возможности сделать протоку, элементарно вывести нитрат из воды, можно посредством частичной подмены воды. Подменивать больше 20-25% воды за раз я не советую. Ну вот, когда у меня еще не было протоки в моих аквариумах, я практиковал подмену воды 2-3 раза в неделю по 10-15%. В этом случае рыба испытывает минимальный стресс. И, друзья мои, здесь нужно отметить тот факт, что рыба испытывает в первую очередь стресс не потому, что вы там лазаете в аквариум и что-то там делаете. Со временем рыба к вам привыкает. И наоборот, когда вы начинаете ссывать руки в аквариум, она вот, вы видели даже, да, она начинает подплывать там, потому что она думает, что вы там кормить ее будете или еще что-то. Вот даже я сейчас ездил домой за рыбой, чтобы покормить скатов. Я приехал домой, меня рыба увидела и все грызут уже стекла. Вот, так вот, рыба испытывает в первую очередь стресс из-за того, что состав воды при подмене резко меняется. Причем каждый раз, когда вы делаете подмену. И чем большее количество воды вы подмениваете за раз, тем больше рыбка испытывает стресс. Ну и последний способ выведения нитрата из воды, это, друзья мои, целолит. Помню, как-то кто-то задавал мне вопрос, где-то я там какое-то видео, а, по-моему, видео было о кристально чистой воде, и кто-то мне там задавал вопрос, мол, почему активированный уголь не поглощает, ну, я там утверждал, что активированный уголь не поглощает азотистые вещества. Почему он это не делает? Ну, на самом деле, друзья, уголь поглощает все вещества, которые растворены в воде. Но с белковыми веществами, то есть с азотистыми веществами, тут же аммония, аммиак, нитрит, нитрат, уголь практически не поглощает. Хорошо с этим справляется целолит, потому что это природный абсорбент, и его основная функция в природе – это поглощать вот эти все вещи. Циолит, я про него сейчас рассказывать не буду, я рассказывал об этом в видео о кристально чистой воде, и если еще останется возможность здесь прилепить на это видео ссылочку, я обязательно ее прилеплю, если же нет, просто поищите, оно где-то там в топе популярных видео висит у меня на канале, потому что видео действительно достаточно популярное, там уже, по-моему, около 30 тысяч просмотров уже на сегодняшний день. Так вот, значит, когда я советовал бы вам использовать циолит? Ну, в первую очередь, это когда вы только запускаете свой аквариум. То есть, я практикую следующим образом, 1 килограмм циолита на 100 литров аквариумной воды. То есть, если у вас аквариум на тонну, то это 10 килограмм циолита, больше, лучше, меньше, хуже. Почему меньше, хуже? Потому что его буферная возможность вот именно этой абсорбции резко снижается. Циолит работает, ну, разные есть мнения там в интернете, насчет циолита, то есть, кто-то говорит там неделю, кто-то говорит, он работает две. На самом деле, я, проводя тесты у себя в аквариумах, заметил, циолит работает до 3 месяцев. Все зависит от того, какое количество у вас его заложено в фильтр. И при соотношении 1 килограмм на 100 литров воды, он работает примерно от 2 до 3 месяцев. Ну, еще зависит, конечно, от населения аквариума. Первое, когда бы я бы, как я уже говорил, первое, когда бы я советовал использовать циолит, это при запуске аквариума. Это позволит вам избежать резких скачков азотистых веществ. То есть, это убережет рыбу от лишнего стресса, от лишнего отравления этими аммиачными соединениями и так далее. Второе, когда бы я советовал использовать циолит, это в случае, вот когда я вам в этом видео рассказывал про соль. То есть, закладываем соль, то есть, засыпаем соль в аквариум, снимаем у рыбы стресс, снимаем негативное воздействие нитрита или аммиака на гемоглобину рыбы и засыпаем циолит. Что делает циолит? Циолит убирает из воды всю вот эту органику, ну а соль, соответственно, благотворно влияет на организм рыбы. И тем самым мы оттягиваем, скажем так, вот до этого момента, когда наш фильтр заработает в нормальном режиме. Ну и еще насчет циолита хотел бы сказать тот факт, что вопреки расхожим мнениям, и раньше я сам когда-то так думал, на самом деле циолит не работает в обе стороны. Что я имею в виду? То есть, если говорить об активированном угле, 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 не знаю, как правильно, извините меня, пожалуйста. В общем, если говорить об активированном угле, то он в себя втягивает все. Тяжелые металлы, он втягивает в себя все лекарственные препараты. Если вы там добавляете микро-макроэлементы, например, у вас какие-то там растения или фитофильтр, активированный уголь втянет и их в себя. То есть, использовать активированный уголь вот в этих случаях нет смысла. Плюс ко всему, со временем, когда он доходит до определенной своей буферной зоны, то есть, до того момента, когда вот абсорбция у него заканчивается, он начинает отдавать всю эту дрянь назад в воду. И вот этим, тут есть как бы палка в двух концах, этим уголь и полезен, и вредит. Потому что, если вы вспышку прошляпили, то вы сделали аквариуму только хуже. Циолит же, в свою очередь, не отдает ничего назад. Он просто начинает работать, как обычный там, ну я не знаю, лава или там керамзит в аквариуме, то есть, в сампе или в внешнем фильтре. Он просто работает как бионаполнитель. Все. Если у вас нет желания финансовой возможности и так дальше, менять там циолит в каждые 2-3 месяца, то, в принципе, этого можно и не делать. Итак, друзья мои, медленно, но уверенно, мы подобрались к основной теме нашего видеоролика. Это фильтрация в аквариуме. Почему я сделал вот такое вступление, получасовое там в начале? Да потому что перед тем, как вообще обустроить свой фильтр у себя дома, любой должен понимать, как все это работает. И я решил не делить вот этот ролик на несколько частей, дабы вот эта вся информация систематически поступила к вам в мозг. Возможно, вам придется пересмотреть весь этот ролик несколько раз. Но, тем не менее, вся эта информация должна уместиться у вас в голове для того, чтобы вы просто имели обширное такое понимание всего этого процесса. Итак, фильтрация в аквариуме. Значит, фильтрацию в аквариуме можно поделить на несколько частей. Первое – это механическая фильтрация. Механическую фильтрацию можно поделить на несколько частей. Ну, даже не на несколько, а конкретно на три. Первое – это самое банальное, простое и доступное в понимании любому – это убирание крупной и мелкой взвеси из воды. То есть, остатков корма, фекалий и так далее. Фактически, в качестве механического фильтра может быть внутренний фильтр, может быть просто помпа с мочалкой, может быть внешний фильтр, может быть навесной фильтр. Неважно, что у вас будет затягивать в себя все эти продукты жизнедеятельности рыбы. Главное – это наполнитель в механическом фильтре. Ну, а наполнительным в механическом фильтре, как правило, служат крупно-средние и мелкопористые губки, а также синтепон. К механической фильтрации я бы еще отнес такое понятие, как течение. И к механической фильтрации я бы отнес вот такие вот наполнители, как цеулит, о котором мы только что говорили, и активированный уголь. Я объясню сейчас почему. О течении я рассказывать вам ничего не буду, потому что, ну, в принципе, есть отдельное видео на канале. Если у вас сюда уже ссылки, просто если они не поместятся сюда, я обязательно все ссылочки на те видео, о которых я сегодня вспоминал, размещу под этим видео внизу. Так что не поленитесь потыкать. Ну, в общем, к механической фильтрации можно отнести еще течение, которое при больших объемах будет сдувать к нашему механическому фильтру всю весь остатки форма, фекалий и так далее. Если синтепон, губка мелкокрупнопористая убирает нас продукты жизнедеятельности, то есть там остатки форма, фекалий и так далее, то активированный уголь тоже делает механическую фильтрацию, только он убирает очень мелкую на молекулярном уровне, он убирает лишние там тяжелые металлы, остатки лекарственных препаратов. Возможно, если у вас есть какая-то коряга, и она подкрашивает в какой-то цвет воду, активированный уголь уберет и это из воды. Но активированный уголь не уберет вам из воды аммиачных соединений. И тут будет работать Сеулит. Ну, о Сеулите я уже рассказывал, так что повторяться не буду. Вернемся к механическому фильтру. Значит, механический фильтр, как я уже говорил, заряжается на механику и обслуживать его, в принципе, можно без всяких там заморочек, промывая его просто в проточной воде. Причем очень хорошо выстирывая все губки, мочалки и синтепон. В механических фильтрах не используются всякого рода там биошары, потому что они как раз и био, и уже название самого наполнителя говорит о том, что это биоматериал, да, для заселения биобактерий. На наполнителях в механическом фильтре, как и в биологическом фильтре, в любом случае будут селиться нитрифицирующие бактерии. Так как они будут селиться и на стекле, и на трубках, и внутри шлангов, и везде они селятся в аквариуме, и на камнях, и на грунте, и на декорациях. Поэтому и в механическом фильтре, конечно же, полезные бактерии будут. Но если параллельно с механическим фильтром у вас в аквариуме установлен биофильтр, то хорошо выстирав губки и весь наполнитель механического фильтра, вы не нарушите биобаланс в аквариуме. Значит, лично я использую как внутренние фильтры, там, компания Акваэль, так я использую просто помпы с мочалками крупнопористой фракции. И также я использую внешние фильтры. Вот, к примеру, в этом аквариуме у меня установлены FX5. В аквариуме с крупной рыбой ставить вот эти всякие помпы с мочалками и так далее, рыба просто это все оторвет, и это все будет болтаться по аквариуму. Следующий тип фильтрации в аквариуме – это биологическая фильтрация. Само название этого типа фильтрации уже говорит о том, что мы будем чем-то вживым фильтровать воду. Это как раз и есть очистка аквариумной воды от аммиачных соединений. И вот как раз вот эта многоступенчатая система фильтрации, о которой мы говорили с вами полчаса в этом видео, это и есть биофильтрация, которая осуществляется биофильтром. И вопреки рекламе производителей, что вот там керамические кольца, там какие-то пластиковые биошары, бла-бла-бла-бла-бла, что это все будет работать прекрасно. На самом деле, друзья мои, в биологическом фильтре работает прекрасно. И губка крупнопористая, и керамзит, и плавающая без загрузка, там вот эта пластиковая, и биошары, и вулканическая лава, и все, что вы насыпите себе, даже мешки из-под овощей, в общем, все, что вы насыпите себе в биологический фильтр, все будет работать на биологию. Единственное, о чем нужно позаботиться, чтобы в ваш биофильтр не попадала грязь. То есть, если это внешник, то обязательно на заборнике ставить какую-то там губку или что-нибудь такое для того, чтобы этот фильтр не забивался грязью. То есть, чтобы туда попадала чистая вода, которая уже будет проходить процесс денитрификации. Фактически, весь процесс я уже вам рассказал, и повторяться не буду. В качестве биофильтра может выступать как внутренний фильтр, если мы говорим о небольших объемах, так и навесной фильтр, ну, опять же, если говорить о небольших объемах. Ну, и может быть, внешник, если это объемы там около полутонны, или самп, если это полтонны и больше, там 400-500 литров и больше. О сампе я тоже уже отдельно рассказывал, поэтому повторяться не буду. Тыкните, пожалуйста, в описании видео, обязательно там найдете ссылочку, в которой я рассказываю про самп, и посмотрите обязательно это видео. Ну, и последний тип фильтрации, и немаловажный, это фитофильтрация. Опять же, рассказывать о фитофильтрации уже нет смысла, потому что есть на канале отдельное видео, и если не получится уже сюда прикрутить ссылку, потому что в YouTube есть ограничения вот на эти всякие дела, то вот там вот внизу вы найдете ссылочку на это видео. Посмотрите про фитофильтр обязательно. Я думаю, вам будет очень интересно, как посмотреть сам ролик с рыбой, так и послушать про фитофильтр и как он работает в аквариуме. Что ж, друзья мои, надеюсь, это видео вам будет очень полезным, и я надеюсь, что оно было не скучным и интересным. Ну, я, по крайней мере, я старался как мог для того, чтобы его украсить и вложить в него максимум полезной информации. Если это так, не поленитесь поставить лайк и поделиться с друзьями. Ну, а те, кто подчеркнул очень много информации для себя, те, кто много чего услышал в жизни впервые, в обязательном порядке ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. С вами был Андрей Зубкевич. Желаю всем добра, удачи, до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»